Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня хотелось обсудить сразу несколько вопросов, касающихся последних новостей в нашем любимом виде спорта. Во-первых, хочу поздравить с прошедшим днём рождения и с официально объявленным возвращением в большой спорт Ольгу Почуфарову, призёрку чемпионата мира, победительницу одного из этапов Кубка мира. Приятно, что Ольга все эти годы, отдыхая от биатлона, вела активный образ жизни, занималась различными видами спорта, в том числе и триатлоном, и в конце концов решила попробовать свои силы снова в биатлоне войти в эту реку во второй раз, и будем надеяться, что у неё получится. Во-первых, интересно возвращение и её, и Ольге Галич, которая также пропустила пару лет, что одно дело, когда спортсменки были в сборной, и им не совсем подошли те тренировки, которые там предлагались. Другое дело, что сейчас, а немного переосмыслили, у них есть возможность начать готовиться самостоятельно. Ну, тем более, в отличие от Галич, Почуфарова не делала каких-то особо резких заявлений в адрес тренеров, уважительно к ним относилась, и хочется, чтобы это ей вернулось с торицей. Сейчас интересно то, что Ольга не входит сейчас в пулл-тестирование IBU пока перед этим началом сезона, но поскольку, если она продолжает карьеру, то она за полгода до первых стартов должна была уведомить Русада войти во внутреннее пулл-тестирование. Надеюсь, что с этим никаких проблем не будет, тем более, что она собирается выступить уже в Чайковском в сентябре на чемпионате России. Лишняя конкуренция женской команде однозначно не помешает, поэтому я надеюсь, что планы эти долгоидущие. И первый сезон он будет, скорее всего, пробный, проведенный полностью на внутренней арене, а дальше все будет зависеть от того, какие результаты будет Почуфарова показывать, и будут ли у него возможности вернуться в команду. Вообще, я сторонник того, чтобы как можно больше было альтернатив у спортсменов, какую проводить подготовку в составе ли сборной, в составе отдельной группы или самостоятельно. Единственный момент, что если на это есть спонсоры, есть желающие за это платить, потому что самостоятельную подготовку государство оплачивать не должно, хотя, в целом, Владимир Драчев в своей предвыборной программе говорил, что одной из его задач является за 3-4 года построить систему клубов в России, в том числе профессиональную систему клубов. Пока я не слышал, чтобы какие-то шаги делались в этом направлении, но если что, у Владимира Петровича еще есть 2-3 года. Поэтому просто хотелось так напомнить ему о его предвыборном обещании, хотя там много было обещаний, далеко не все выполняются, но что сделать. Тем не менее, я считаю, что да, за клубами должно быть будущее. Вообще, в идеале, государство должно было бы давать какие-то деньги федерации на развитие биатлона, как массового вида спорта, платить какие-то гранты наиболее успешным и перспективным спортсменам. И в дальнейшем, в зависимости от их результатов, как-то эти средства перераспределять. А основные средства спортсмены должны изыскивать из личных спонсоров, из каких-то региональных спонсоров, ну и вкладывать в том числе свои, заработанные на своем имени средства, в свою собственную подготовку. То есть в этом спонсорском конфликте, допустим, я могу понять и руководство СБР, которые несут обязательства по развитию биатлона в стране, и Александра Логинова, который понимает, что он на своем имени может заработать больше, чем другие спортсмены, и, соответственно, хотел бы больше получать, и хотел бы иметь возможность это больше зарабатывать. Вот. Также, что еще хотел заметить, ну, прошедший фестиваль на лыжероллерах в Норвегии Блинк показал нам определенные всплески у Мартена Фуркада. Да, он не выиграл ни одной гонки, но при этом неплохо смотрелся на роллерах и на фоне норвежцев, и других соперников, и хочется верить, что многолетний лидер биатлона еще не сдулся окончательно, и будет в предстоящем сезоне боеспособен. Ну, и в заключение хочу еще сказать по поводу Антона Шипулина. Сейчас у него в самом разгаре предвыборная агитация, запланированы многие массовые мероприятия, и в том числе День физкультурника в Свердловской области. Обычно он проходит в областном центре, в Екатеринбурге, но сейчас его решили проводить в Краснотуринске, это город в 400 километрах, ну, собственно, там, где у Антона основной избирательный округ, туда съедутся чиновники со всей области, будет торжественное награждение, торжественные речи, участие самого Антона Шипулина, и, в общем-то, организация его пиара сейчас достигает своего пика, к тому же СМИ распространили информацию, что у него самая дорогая предвыборная компания, которая обойдется в 8 миллионов рублей, ну, понятное дело, что после избрания эти деньги необходимо будет каким-то образом отбить. Да, на таких массовых мероприятиях, как День физкультурника, агитация запрещена, но, тем не менее, появление самого Антона на широкой публике, общение с людьми, это будет лучше любой прямой агитации. Это примерно можно сравнить, как на Украине Святослав Вакарчук ездил по всей стране с бесплатными концертами, и это была лучшая агитация, чем любые его публичные выступления на тему политики. То же самое можно и сказать по поводу Шипулина. Вообще, мне становится понятно, почему именно сейчас, в то время, когда народ массово отворачивается от партии власти, они делают ставку на уже раскрученных людей из числа спортсменов и политиков. Во-первых, дело в том, что эти люди известны, и за них будут голосовать, не ассоциируя их с какой-либо политической силой, а за Шипулина сыграет роль его успешный образ талантливого спортсмена, патриота, бойца, что безусловно так. Но, с другой стороны, вот эти люди, не являющиеся профессионалами в каких-то юридических, экономических, политических аспектах, они будут более управляемы, более послушны и, соответственно, более востребованы. То есть, достаточно будет нажать на какую-то кнопку, не задумываясь даже о сути принимаемого закона. Поэтому артисты и спортсмены так востребованы в Думе. К тому же, раскрутить их еще и дешевле и проще, чем любую другую фигуру. Не зря адмирал Колчак в годы Гражданской войны, когда захватывал очередной город, говорил своим людям, не трогайте проституток, кучеров и артистов, потому что они служат любой власти. Если бы адмирал Колчак жил в наши дни, он бы добавил в этот список обязательно и спортсменов. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, тогда ваш стакан будет всегда полом. Продолжение следует...